Хорошо, я справлюсь один. Но запомни, ты мне больше не сын. Майкл, ну где ты опять пропадал? У нас столько заказов, я просто не справляюсь с этим потоком. Всё-таки это твой автосервис или мой? Почему я постоянно должен вкалывать, как проклятый? Кевин, успокойся. Ты же знаешь, что я оформляю бумаги. Ведь это же всё в наших интересах. Тем более, я уже позаботился об этом. И сегодня придёт человек, который будет работать вместе с нами. А вот и наш новый сотрудник. Что? Девушка? Да она даже колёса поменять не сможет. Колёса? Да проще паренной репы. Да, совсем забыла представиться. Меня зовут Дженнифер. Или можно просто Дженни. Поздравляю тебя. Ты в нашей команде. Можешь завтра выходить на работу. Привет, Кевин. Ну что, давай рассказывай, как тебе наша новая сотрудница? Насчёт её профессиональных данных ничего плохого сказать не могу. Но что-то здесь не то. Не нравится она мне. Чувствует моё сердце что-то неладное. Так что нужно приглядывать за ней. Кевин, да что с тобой? Она обычная девушка, а ты видишь в ней какого-то монстра. Решать, конечно, тебе. Но если что, я тебя предупреждал. Привет, Дженни. Ну что, давай рассказывай, как твои дела. Всё хорошо. Здесь мне очень нравится. А что вы делаете сегодня вечером? Да вроде ничего. А что ты хотела? Я хотел бы пригласить вас в кафе обсудить один деловой вопрос, который непременно вас заинтересует. Может, обсудим здесь? Нет, не та обстановка. Поверьте, вы не пожалеете. У меня есть план, как увеличить прибыль вашего автосервиса. Хорошо. Где и во сколько? В 7 часов в кафе на центральном перекрёстке. Привет, Майкл. Привет, дорогая. Извини, но я очень спешу. Мне нужно взять документы и ехать на встречу. Встреча? Какая встреча? Ведь мы должны были сегодня идти в театр. Разве ты забыл? Извини, я правда очень тороплюсь. Сходим когда-нибудь в следующий раз. Хорошо? Хорошо. Привет, ещё раз. Извини, что немножко опоздал. Но давай рассказывай, что ты хотела мне предложить. Последнее время у нас очень много заказов. К сожалению, вместе с Кевином мы порой не успеваем обслужить всех. И в итоге теряем клиентов. Я хотела предложить тебе перевести наш автосервис на круглосуточный режим работы. Я знаю, что Кевин откажется. Но я бы, к примеру, согласилась. И могла бы работать по ночам в одного. Как ты смотришь на это? Но когда же ты тогда будешь спать? Это не проблема. Чтобы выспаться, мне нужно всего 4 часа. Ну так что, ты согласен? Это же машина Майкла. Что он здесь делает? Хорошо. Я согласен. Поехали в автосервис. Я как раз поставлю машину и отдам тебе ключи. Спасибо тебе, Майкл. Нет, не может быть. Ладно, удачно тебе сегодня поработать. Ну а мне нужно идти домой. Еще раз большое спасибо, Майкл. Я тебя точно не подведу. Пока, Дженнифер. Пока, Майкл.